Витаю всех глядачей в топе подписанки в YouTube-канал «Сейчас». Я Олена Кырак и разум земной на стриме Юрий Рашкин, депутат округу Рок, штат Висконсин. Юрий, приветствую вас, рада видеть. Взаимно, спасибо за приглашение и слава Украине. Героям слава будем начинать вот с какой новости. Появили сообщения о том, что США перебросили в Европу, а именно в Исландию, самолет судного дня. Он предназначен для связи с атомными подлодками, ну и в СМИ некоторых появилась информация, что может принять участие этот самолет в учениях в Арктике. Что это означает, по вашему мнению, и является ли это определенным сигналом Кремлю после того, как Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений? Ну что ж, президент Байден уже сказал, что выход России или приостановление, опять это путинский новояз, участвование в договоре, это большая стратегическая ошибка. Ну, это добавляется к списку больших стратегических ошибок, которые наделал Путин как минимум за последний год, а в каком-то смысле с момента его рождения. И это доказывает то, что Путин стал еще более недоговороспособным, когда он только подтверждает, что вот еще один договор, который он теперь отказывается соблюдать, о каких переговорах может быть речь в принципе с таким человеком. С другой стороны, национальная безопасность Соединенных Штатов и наших союзников – это реальная забота президента и администрации, и поэтому мы видим, что происходят действия, которые удерживают, как бы подбодряют наших союзников. Президент Байден сказал много раз, что мы будем защищать каждый дюйм, каждый инч территории стран НАТО, поэтому то, что мы видим присутствие войск НАТО в странах НАТО, на самом деле вполне как бы совпадает со словами президента. А то, что это может послать какой-то сигнал, мне кажется, что это намного более… Это опять же подчеркивает то, что говорил Байден не раз, то есть не говорите мне о словах, а покажите ваши действия. И тут мы видим, что Соединенные Штаты не бьют туфлей в организации объединенных наций, тут уже я вспоминаю Хрущева, а просто вывозят свои, так сказать, самолеты, свою триаду, потому что нужно быть готовыми, потому что мы не будем угрожать, мы просто будем готовыми. Вот на Западе есть еще политики, которые боятся ядерных угроз? Это интересный вопрос. Я думаю, что боятся – нет. Озабочены – конечно. Есть люди, которые считают, что поскольку Путин сумасшедший, то что по этому поводу, как на это лучше реагировать, в любой демократии по этому поводу будут любые разговоры и любые мнения. Но бояться Путина, мне кажется, на Западе, в общем-то, уж в Америке его не боялись. Возможно, думали, что он как бы, ну, поскольку он сумасшедший и безумный, то это нужно быть готовыми. Но страха Путина в Соединенных Штатах нет. Даже те, кто его любят, они его любят, они его не боятся. А вот бояться у него с этим плохо получается. Как вы оцениваете объемы и своевременность поставок западной помощи Украине и насколько на эти процессы повлиял ряд событий, которые были на прошлой неделе? В частности, визит Байдена в Киев, в Варшаву, Мюнхенская конференция по безопасности, Генассамблея ООН. Те заявления, которые были сделаны, которые как раз подчеркнули сплоченность Запада, было много красивых заявлений. А вот на практике как? Ну, давайте не будем, так сказать, переставлять причинно-следственную связь, потому что вначале происходит решение, а после этого происходят речи и визиты. Ребята, да. Но в любом случае все это запоминается и все это люди помнят. Речь Блинкина в Организации Объединенных Наций тоже историческая, и она сделана по всем канонам хорошей речи. Во-первых, мы видим, что это госсекретарь Соединенных Штатов, что требует определенного авторитета и уважения. После этого там был эмоциональный заряд, когда он рассказал о девочке Веронике, которая нарисовала здание, и у нее вся семья погибла, и она стала инвалидом. И Блинкин говорил о том, что мы должны как бы защитить этих детей, что дети не должны бояться. То есть очень эмоциональный заряд. А также там были логические заявления типа того, что Россия может требовать все, что угодно, но мы на самом деле платим за весь парад. Мы тратим на ООН в десятки раз, если не в сотни, а в зависимости от программ, на беженцев тысячу раз больше, чем Россия. Поэтому тут все было названо своими именами, в отличие от российских представителей, которые, ну, врут, как дышат. У них это как бы часть политики. С точки зрения, ну и, естественно, визита Байдена опять же в Киев, встречи, и только недавно опять еще произошла следующая встреча. Министр финансов Йеллен приехала в Киев, что показывает, что Соединенные Штаты сейчас и будут поддерживать Украину на военном, экономическом, гуманитарном, финансовом уровне. И что украинцам нужно сконцентрироваться на победе, на перемоге и на том, чтобы построить будущее государство, которое не будет держаться на коррупции. И это как бы, мне кажется, два основных требования западного мира от Украины. И это, мне кажется, возможно. А с точки зрения вооружения и бесконечных разговоров о том, где еще больше оружия, это очень интересный вопрос, который исторически тоже будет рассматриваться, какие ошибки были сделаны, какие решения должны были быть приняты. К сожалению, как говорится по-английски, hindsight is 20-20. Назад, когда мы все смотрим, то все видно очень четко. Если бы мы знали, что Украина будет сражаться, как она сражается, если бы это знал, ну, по крайней мере, американская разведка уже рассказала. Директор ЦРУ Бернс только что дал большое развернутое интервью, где он сказал, как он гордится результатами разведки и как это помогло украинцам отразить в начале, по крайней мере, нападения России, чтобы молниеносного захвата, включая аэропорт в Гастомеле, весь этот план провалился частично благодаря американской разведке. С другой стороны, украинцы израсходовали большие запасы того, что мы, оружие, которое мы создали за многие годы, джавелинов было использовано уже, то, что мы сделали, произвели за последние 13 лет. И нам потребуется еще 5 лет, чтобы восстановить эти запасы. То есть мы ожидаем увеличения продукции, но все это занимает время. Мы просто не привыкли в Соединенных Штатах так долго воевать. Наши военные действия перед тем, как началась как бы партизанская война в Ираке, но вот военные действия продолжались всего несколько недель. И это так, как Соединенные Штаты привыкли как бы побеждать. И это то, на что был заточен наш военно-промышленный комплекс. И теперь мы видим, что когда мы имеем дело со страной, которая абсолютно все равно, сколько людей погибнет, я имею в виду Россию, и абсолютно все равно, сколько их молодых людей будет похоронено, выброшено, использовано, то с такой страной нужно воевать по-другому. Мы думали, что в 21 веке вот такая тактика уже не сработает. Но мы видим, что у России ничего другого нет. Поэтому здесь много разных уроков, которые еще частично связаны с просто тем, сколько оружия мы можем произвести, как быстро заказчики хотят, чтобы это было заказано много лет, потому что кто будет сделать массу оборудований, бомб, следующие два месяца, а потом ничего. Поэтому это большой процесс, в общем-то, перестраивания западного общества на более военизированное. Не то, чтобы мы теперь, как там Путин поставили, там Лукашенко сказал в китайском интервью, что нужно, Россия встанет на военные рельсы. Нет, Соединенные Штаты не будут вставать на военные рельсы, но мы будем больше и больше производить оружие, которое, кстати, как мы видим, очень хорошо работает и очень хорошо используется. И это еще одна большая проблема для России, потому что их оружие, ну, как-то уже никому не нужно. Кто хочет покупать такой хлам? Ну, вот, кстати, за эту вашу фразу о том, что насколько Запад, да, насколько есть ресурсов сейчас у Запада для такой продолжительной военной помощи Украине, вот хочу от этого оттолкнуться, потому что в СМИ, в том числе в американских, часто появляются статьи о том, что, да, официально западные политики говорят об одном, но кулуарно, допустим, они не верят в том, что на поле боя может одержать и военным путем отвоевать Восток и Крым, Украина, и так или иначе, но они склоняют к каким-то переговорам. Такие, я думаю, вы видели, такие материалы появляются. Там журналисты, которые их пишут, они ссылаются на какие-то неназванные, но проверенные источники в правительствах Германии, Франции, даже Британии. Вот последняя статья была в Wall Street Journal, которая была посвящена тому, что якобы Британия, Германия и Франция предложили Украине договор о сближении с НАТО. Этот договор, он доставляет больший доступ к западной военной помощи, но одновременно с этим он предусматривает и возобновление мирных переговоров Украины с Россией. Какова цель, во-первых, таких материалов? Могут ли кулуарно вестись такие разговоры и обсуждаться такие, в принципе, планы с западными политиками? На высшем уровне. Вы знаете, я вот то, что сказали, на высшем уровне. Я политик низшего уровня, и даже я вижу, что и в Горсовете, и в Окружном Совете есть разные беседы, которые происходят на так называемых закрытых заседаниях, когда выносятся камеры и когда камеры приносят. Это поэтому так важно, чтобы были СМИ, которые не давали политикам жить в этих кулуарных обстоятельствах. Потому что, когда люди в кулуарах, они говорят абсолютно, в общем-то, очень часто противоположные вещи. Например, наши консервативные члены нашего собрания, которые так выступают за поддержку полиции, за поддержку закона и порядка, когда они оказываются в кулуарных закрытых собраниях, то они открыто говорят о том, что зачем нам нужно повышать зарплату этим полицейским. Мы не должны этого делать, но не надо. Мы хотим сохранить наши денежки, и это главное для нас. Говоришь, простите, вы же только что заявляли, как полиция для вас важна. Ну, это совсем другое, не надо это связывать. Поэтому люди в кулуарных обстоятельствах, в закрытых заседаниях всегда будут говорить что-то другое. Это нормально. Теоретически они могут давать такие комментарии прессе, говоря о том, что идут обсуждения, правильно? Они могут говорить, что, понимаете, да, кстати, у нас есть две причины, по которым ведутся закрытые заседания. Это когда, если мы обсуждаем, что-то нужно купить, на что-то нужно потратить деньги, потому что переговорные такие вещи не нужно выносить на публику. Или если на нас кто-то в суд подал, это тоже нужно обсуждать с адвокатом с закрытыми дверьми. Так что есть правила, когда такие закрытые заседания очень даже рекомендуются. Но вернемся к Украине и вернемся... Да, к этим мирным планам, так называемым. Мирным планам. Любая война, любой конфликт заканчивается за столом переговоров. Это просто, ну, это нужно признать. И когда мы уже понимаем, что в конце концов, даже если это будет капитуляция России, это все равно будет за столом так называемых переговоров. Там будет стол с обоих сторон, кто-то будет сидеть. Будем надеяться, что Путин не будет пытаться их отравить. Но я думаю, что это, кстати, еще говорит о том, насколько Путин абсолютно не заинтересован в переговорах. Это один из самых важных пунктов того, что хотел донести директор ЦРУ Берн в своем интервью. Он, как дипломат, всегда рассчитывает и ищет способы сесть за стол переговоров. Потому что это все-таки, ну, как бы это мирное решение, к которому, по идее, все разумные люди должны стремиться. А вместо этого мы видим, что Путин абсолютно в этом не заинтересован. Продолжает считать, что Украина – это не страна, что украинцы – это то же самое, что русские. Ну и, в общем, весь его бред, который он уже заявляет как минимум с 2008 года, а, возможно, и раньше. Поэтому переговоры со стороны Запада и интерес к переговорам, честным, справедливым переговорам всегда будет со стороны Запада, потому что демократии, в принципе, не заинтересованы в войне. Демократии хотят найти мирный способ сосуществования. Но проблема в том, что с Владимиром Путиным сосуществовать невозможно. И это то, что понимают западные политики, и они уже выросли на этом понимании, и такого ощущения, что давайте договоримся с Путиным, потом будем покупать у него топливо опять. Этого уже нет. Вот эта сказка закончилась. И слава богу, потому что нельзя сделать из варваров цивилизованных людей торговлей, и, видимо, нельзя сделать членов демократического общества, нельзя сделать из рабов членов демократического общества, если повысить их стандарты и уровень жизни. Потому что все то, что Запад пытался сделать, вложиться в экономику, помочь России стать более богатой страной, не помогло. В результате страна разбогатела только до такой степени, чтобы напасть на соседок. Поэтому все это понимание есть. И вопрос в том, когда обе стороны будут заинтересованы в том, чтобы сесть за стол переговоров. И я думаю, что доверия к России уже нет. Поэтому, скорее всего, за столом переговоров будет сидеть кто-то, кто будет представлять следующую власть в России. Было бы приятно, если это был какой-то демократический лидер. Но, скорее всего, на данный момент мы видим, что это будет какой-то из прихлебников Путина, из той же команды, из той же ФСБшной команды, которая просто, видимо, из него избавится. Если они его сдадут в ГАГу, если они его пристрелят, если они скажут, что у него был... Вот сейчас мы будем отмечать 70-летие со смерти Сталина. Вот тоже еще один способ, как можно избавиться от тирана. Так что есть разные способы. Но давление к переговорам, в принципе, есть. И поэтому очень важно для Украины добиться как можно больших успехов на поле боя, чтобы оказаться в сильной позиции за столом переговоров. И именно в этом ракурсе я вижу теперь активизацию атак на Россию, когда летят эти дроны, которые уже бросают по, так сказать, которые... или курят, курят по всей стране. Мы видим нефтеперерабатывающие заводы, которые горят. Так что есть давление и на Россию, чтобы она подумала, когда я говорю о России, я имею в виду Владимира Путина в данной ситуации, или кто-то там в Кремле, кто рядом с ним, подумали о том, что сесть за стол переговоров в их же собственных интересах. С другой стороны, все-таки нужно учесть, что, скорее всего, мы не увидим ни германских, ни американских танков на Красной площади. Как бы нам, возможно, этого не хотелось, а это означает, что в какой-то момент эта война закончится без военного такого разгрома России, захвата России. Потому что захватывать Россию никто не собирается. Это, в общем-то... Ну, это, конечно, было бы прекрасно, так сказать, смена власти, чтобы люди были свободны. Но мы в Соединенных Штатах понимаем, что после Ирака, после Афганистана, после Вьетнама вот эта система доставки демократии таким надуле пистолета не работает. Это задача русских людей или тех, кто там живет, разбираться своими собственными проблемами. Поэтому если мы видим, что Украина отвоевала обратно свою территорию, а в России остался какой-то тоталитарный, авторитарный режим, то мы просто, в конце концов, приходим к ситуации Северной Кореи, где будет стена, где будет ров, где будут крокодилы. Ну, смотрите, Юрий, для того, чтобы Украина отвоевала свои территории, украинское руководство неоднократно заявляло, нужно что? Танки, набойная артиллерия и истребители. Так вот, по истребителям последнее заявление, кстати, конгрессмена от демократов Адама Смита, о том, что отправка истребителей F-16 не будет мудрым использованием ресурсов, которые необходимы Украине для победы в войне с Россией. И Смит говорит о том, что F-16 будет бороться за выживание на поле боя. Вот так он сказал. И это при том, что на этой неделе, если я не ошибаюсь, главнокомандующий ВСУ Залужный обсуждал как раз тему истребителей F-16, которые необходимы для эффективного контрнаступления, с Марком Миле. Вот как вы прокомментируете такую позицию сейчас конгрессмена по F-16? Это стратегическая позиция, это политическая позиция. И если так, Запад говорит о том, что давайте побеждайте на поле боя. Где эта помощь? Я думаю, что на данный момент истребители используются как еще один клин, которым люди пытаются расколоть союзников. У Украины нет более сильного, серьезного и уверенного в Украине союзника, чем Соединенные Штаты Америки. И не надо как бы даже притворяться. Поэтому когда люди говорят, что Байден там не дает чего-то, ну это люди, которые находятся в оппозиции в Соединенных Штатах. Поэтому у них задача как бы говорить и противостоять власти. Я понимаю, демократия так устроена. Но если президент, который, ну уж поставил на карту все за Украину, не дает и не соглашается сейчас на какое-то любое определенное оружие, F-16, ядерные боеголовки, чего угодно, всегда можно сказать, а почему нет вот этого оружия, то это не означает ничего, кроме того, что есть план, и в этот план в данный момент вот это оружие не входит. Тот же генерал Ходжес говорил о том, что нужно начать стрелять дальнобойными ракетами по Крыму и таким образом начать как бы запугивать россиян и выбрасывать их из Крыма таким образом, что тоже очень важно, есть разные стратегии и разные способы. Самолеты – это вещь, насколько вот мы здесь как бы все становимся более большими специалистами, очень сложная, мало того, что пилотам нужно как минимум 6 месяцев для того, чтобы не просто подняться в воздух и сесть, а чтобы научиться воевать, и это пилоты, у которых уже есть опыт, в принципе, летания, а также нужны механики, нужны системы поддержки, нужна большая инфраструктура. Мы это только что услышали по поводу танков «Эйбрамс», которые предоставляются, и решение было принято не для того, чтобы танки «Эйбрамс» были там завтра, потому что это невозможно, потому что для них самих нужна большая инфраструктура, а чтобы таким решением немцы могли более спокойно чувствовать себя о том, что они не единственные, кто дают танки. Поэтому здесь происходит много разных, возможно, кулуарных переговоров, которые все делаются с целью того, чтобы дать Украине возможность победить как можно быстрее. И когда появятся, если они появятся, и, возможно, они появятся в какой-то момент, F-16 или любые самолеты, истребители, которые вообще все, что будет нужно, мы об этом как бы, не то чтобы Россия даже признала это, будут опять просто курить теперь вместо сигарет, видимо, сигары. И как бы ситуация ухудшается, значит, что-то происходит здесь не так. Но Россия – это страна, королевство кривых зеркал, которые отказываются признать реальность, как бы она ни выглядела. Единственное, что они могут, это обвинять все других в том, что они сами делают. Ну, такая война. О заявлении генсеканата Янца Столтенберга еще поговорим. Он пригласил президента Зеленского участвовать в саммите НАТО, который запланировано провести в июле в Вильнюсе. Насколько сильным, по вашему мнению, является этот сигнал? И может ли в ближайшее время рассматриваться вопрос о членстве Украины в НАТО? Опять же, еще одна тема, которая может стать замечательным клином раскола, потому что, можно сказать, мы не получили все, что мы хотели. Соответственно, вы против нас, и мы вам не доверяем. Это, мне кажется, было бы слишком сильным и, в общем-то, ошибкой. Потому что, когда посылается такой сигнал, когда Украину приглашают на встречу НАТО, Россию, естественно, не приглашают. И НАТО – это оборонительный альянс против защищать страны, пацифистски настроенные страны Запада от России, от этой угрозы с помощью вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. То давайте слегка посмотрим на детали. И детали тут такие. Украине нужны гарантии. Украине нужны очень серьезные гарантии, потому что, если в России, в результате этой, когда закончится война, если в России не сменится власть, то все понимают, что Россия отползет, залижет раны, избавится от недовольных, предателей, как бы они их ни называли, ненадежные. – Перевооружится. – Перевооружится и вернется. И поэтому, чтобы у России было, по крайней мере, ощущение, что это для них очень быстро, очень плохо кончится, нужно, чтобы Украина была как можно ближе к НАТО, и НАТО было как можно ближе к Украине. В принципе, по факту, мы видим, что Украина уже становится страной НАТО, когда в Украине столько натовского вооружения, когда мы тренируем сотни и сотни и сотни украинских солдат на вооружении, оружии, как использовать оружие НАТО. То что это такое, как ни страна уже в НАТО? Конечно, тут еще имеет значение подписи на документах, но с другой стороны, в конце концов, нужна политическая воля, потому что когда у власти был предшественник Байдена, то не было никакой гарантии, что Америка вообще не выйдет из НАТО. И тогда вот европейцы серьезно занервничали. Или, с другой стороны, есть тот же Будапештский меморандум, который тоже был очень важным документом, которому, к сожалению, не было политической воли на Западе в тот момент выполнять его указания. Поэтому, с одной стороны, документы и организации невероятно важны. И когда президент Байден говорит, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, то я уверен, что Украина была бы очень рада вот в таком заявлении понимать, что уже мы страна НАТО, и мы будем защищены. Но этого не произошло частично, потому что, ну, ситуация и динамика в Украине не позволяла этого. С другой стороны, по факту, Украина уже получает помощь от НАТО в больших количествах. И это, опять же, противоположно тому, что хотел Путин. Он хотел, чтобы НАТО было от него дальше, а теперь он как бы получил нотеизацию, как сказал Байден, Финляндии и Швеции, ну и практически Украины. Ну, это, кстати, о Финляндии и Швеции. 1 марта парламент Финляндии абсолютным большинством поддержал членство Финляндии в НАТО. Ну и теперь вопрос о том, насколько быстро может поменяться позиция Турции и Венгрии по поводу Финляндии, насколько быстро Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО. Ну, мы возвращаемся в наши кулуарные переговоры. Понимаете, ситуация меняется. Это почему так важно не засиживаться и не ждать, а продолжать, например, наступать для Украины. Турция в какой-то момент говорила о том, что если они получат Ф-16, самолеты, то они тогда, возможно, будут поддерживать вступление Швеции в НАТО. Мне кажется, что с тех пор, после того невероятно трагического, катастрофического землетрясения, которое произошло в Турции, простите, то мы уже видим все, как бы их приоритеты слегка могли измениться за это время. Поэтому это как бы один вопрос. Что происходит с Венгрией? Это, конечно, печально. Это печально, потому что мы видим, что страна, которая так пострадала от Советского Союза, была жертвой вторжения Советского Союза в 56-м году прошлого века, теперь стала моделью для американских авторитарных консерваторов тем, как нужно бороться с демократией. Поэтому, опять же, вопрос в Венгрии нужно решать венграм, и туркам нужно решать то, что происходит в Турции. Но мы видим, как успешно Байден добивается своих целей именно на переговорах, именно прислушиваясь к союзникам и партнерам. И я уверен, что будет найден путь, чтобы Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Юрий, благодарю вас, что нашли время, присоединились к нашему стриму. Как всегда, рады видеть вас на нашем YouTube-канале. Спасибо вам. Юрий Рашкин, депутат ОКРУ-Урок, штат Висконсин. Вы в разуме с нами на стриме. До наших длядачей взвертаются ваши лайки, комментарии, и, случайно, же, подписка на YouTube-канал. Сейчас у СЭЦа летаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова